Путешествуя по Саратовской области, мы приехали в Калининский район, но на этот раз не в хозяйство, а в Калининский агропромышленный лицей. Именно здесь проходит Олимпиада профессионального мастерства, которая так и называется «Саратовский пахарь-2014». По-деревенски просто приветствуют участников Олимпиады. Все они, студенты профильных колледжей и техникумов, приехали из 16 районов губернии, чтобы показать себя на поле и не только. Техника на готове, участки уже распределили. Звучит команда по машинам. Не совсем ровно, сказывается волнение участников. Но это только начало. У будущих механизаторов еще есть время исправить огрехи. В этом деле важно не спешить, говорят эксперты. В первую очередь оценивают глубину вспашки и умение управлять агрегатом. Вы оцените не только скорость, но и качество. Смотрится, насколько ровно, насколько глубоко. Конкурс пахарь, он и предполагает качество. Если нормальное хозяйство, будем так говорить, то главное не скорость, а главное качество. Будем надеяться, что все хорошо справятся с волнением. Вот первое, а не волнуйтесь. А вот это может сказаться. Участник Олимпиады под счастливым номером 13 Алексей Иванов одним из первых справился с заданием. Сам анализирует свою работу и замечает ошибки. Алексей, расскажи, ты сейчас, можно сказать, отпахал. Ну и как ощущения эмоции, с волнением справился? Вот расскажи. Ну, сложновато было, что я могу сказать. Сложно. Сносило маленько в бороду меня. Ну, с эмоциями справился. Ну, сложновато. Ну, так, организация хорошая. Зато у наставника Алексея во время старта чуть сердце не прихватило. Говорит, сильно переживал за своего воспитанника. Аж первый раз испугался, когда он мимо колышка поехал. Испугался, отвернулся, но потом сам себя поставил в руки. Все правильно проехал. То есть, вы все-таки в нем были уверены, способный ли парень? Конечно, поэтому выбирали его самоспособным. Я старался сразу, когда на практике посмотрел на него, как он делает, и решил его подготовить и приехать. По замыслу организаторов, Олимпиада позволит привлечь внимание общественности к сельскохозяйственному труду. И сделать такие востребованные на сегодняшний день специальности, как мастер сельхозпроизводства и тракторист-машинист, более популярными среди молодежи. Кстати, участники соревнований это понимают, как никто другой. Надо, как сельскохозяйство, как можно сказать, поднимать, все в сельскохозяйстве участвовать, хлеб выращивать. Надо это все. Сердце лежит. То есть с чувством такого некого патриотизма? Ну да, а как же. Русские земель много, опахивать-то много надо. Как ты считаешь, вообще нужны такие конкурсы? Конечно, а как же. Даже как-то дух поднимает это, ученический дух, и как-то развлечение. Не просто сидеть там, учиться, а это конкурс. Даже как-то поднял, ты совершенствуешься. Это интересно. Такая Олимпиада для участников – это еще и шанс быть замеченным, потому что именно на таких конкурсах сельхозпроизводители и присматривают себе кадры. Любовь Александровна, скажите, пожалуйста, вот вы, как руководитель крупнейшего сельхозпредприятия, считаете, необходимо такие Олимпиады проводить среди нашей молодежи? Я считаю, что необходимо. Необходимо потому, что оба молодежи вызвать интерес и вызвать престиж данной профессии. Престиж работы в сельском хозяйстве. И потому что кадровый вопрос в сельском хозяйстве стоит у многих предприятий, если практически не у всех, каждый по-своему решает. Но я считаю, что в нашем мире, в современной ситуации, когда идет отток кадров, нам не хватает кадров, именно нужно уделять внимание человеку труда. И когда мы поднимем престиж, ценность этой профессии, тогда у нас и вопросы наши кадровые решатся. Ну вот в своем обращении к жителям Саратовской области Валерий Васильевич Радаев отметил эту тему, о том, что необходимо привлекать кадры на село, о том, что необходимо создавать условия жизни на селе. Потому что в городе живется намного легче, в селе, конечно, гораздо сложнее. Вот вы, слушая его речь, подчеркнули для себя что-то такое, что вот, ну, за дело заживое, скажем так. Ну, во-первых, это так нужно и необходимо, когда губернатор говорит о наших насущных проблемах. Это значит, о нас видят, нас помнят. Я говорю о нашем селе, потому что у нас оно благоустроенное село. И говорю вот именно, что вот я как считаю, как вижу, можно все создать, можно создать все условия труда и жизни. Но когда у человека, большая разница, правильно вы говорите, между городом и селом, и когда приезжает на пруду отдыхает, а человек работает, вот нужно именно престиж нашей профессии поднимать, что это нужно и необходимо. Еще необходимо наращивать объемы сельхозпроизводства, говорит глава региона. Важно, чтобы жители области были обеспечены на 100% по всей линейке продовольственных товаров. Такие бренды, как «Энгельские томаты», «Базданокарбуланский картофель», «Ровенские арбузы», «Аткарское подсолнечное масло» должны приумножаться рекламой продукции местных товаропроизводителей. Ведь есть еще саратовский мед, марсовское пиво, хвалынские яблоки икра, черемшанские и романские соки. Идею главы региона развивать местные торговые сети под брендом «Покупай свое саратовское» поддерживает председатель комитета по аграрным вопросам Государственной думы Николай Панков. Говорит, у людей должен быть выбор между импортом непонятного качества и своими экологически чистыми продуктами. У нас всегда на рынках и везде стоят перекупщики. И продукция, вы видите, как правило, не саратовская. Это плохо. И губернатор, как житель Саратовской области, как патриот области и в целом страны именно говорил об этом. Он говорил и о других задачах. И главное во всем – в этом остается человек. Во главу угла ставится человек. Все это делается для блага человека. Такой посыл, как руководство к действию, для себя определили и местные сельхозтоваропроизводители. Обещают сделать все для того, чтобы Саратовская область и впредь оставалась территорией, свободной от ГМО. Тоже считаю, что это очень правильно. Я как человек тоже стараюсь всячески. Мы используем на своих полях только сорта нашей области производства. И сортовые подсолнечник, и пшеницу – все только сортовые. ГМО ни в коем случае. Потому что я, опять же, думаю, как женщина, как мать о том, что это будущее наше. Наше здоровье наших детей и будущего поколения. Поэтому здоровье нации зависит от того, как будет развиваться сельское хозяйство. Это очень правильно. Отмечают сельхозпроизводители и достойный уровень государственной помощи, что также служит стимулом к дальнейшему развитию. Один из примеров – так называемая несвязанная поддержка за каждый гектар обрабатываемой земли. Сделала просчеты по поводу несвязанной поддержки, по поводу того льготного горючего, который давали нам до этого. Почти что в два раза мы получили больше поддержки, нежели было раньше. Это чувствуется. Эти деньги необходимы. Они суммы приличные. Это зависит от площади. Но для каждого хозяйства, я считаю, что это суммы приличные. На них можно купить технику. И вообще поддержка идет. Поддержка идет по кредитам, не только несвязанная поддержка. По семенам. Это все нужно и необходимо. Стимулирует производство наше. Закупка, обновление семян, техники. Это очень хорошо. Ну и, конечно, успех сельскохозяйственного предприятия зависит от кадров. А их готовят вот в таких профессиональных училищах и техникумах. Конечно, необходимую практику молодые специалисты получают непосредственно в хозяйствах. И уметь они должны не только качественно вспахать поле, но и знать, как свои пять пальцев все сельскохозяйственные агрегаты. Второй шток идет. Второй шток идет. Идет? Да, да, да. Поднимаем. И тут он идет, 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 идет. Задача их после выхода отсюда с лицея. Они должны прийти в хозяйство, там, фермерам или что. И должны не составить агрегат, его отрегулировать и правильно эксплуатировать. С учетом экономии и времени и, само собой, горючно-смачечных материалов. Такой своеобразный экзамен, где каждый стремится продемонстрировать свои навыки и умения, показать, на что способен. Для этого и проводят такие состязания. Вот не будьте этого, ну, кто бы там знал, что Виктор, там, Николай или Василий специалист в этом деле. И из него, может быть, в дальнейшем вырастет хороший механизатор. Пусть он не будет механизатором, пусть он будет кем-то другим, но вот это ему на все же не запомнилось. А дипломы и подарки, которые организаторы приготовили всем юным механизаторам, станут лишь дополнительным стимулом совершенствовать свое профессиональное мастерство. Субтитры создавал DimaTorzok